Наймаснейшие белорусские стрелки рыхтуются до завоевания олимпийских лицензий. Путевки на головные гульни 4-х годзе максимум отримать на чемпионате Европы, який пройдет в Польши, а прочтого пройдет и олимпийский отборочный турнир для Европы. Эти старты запланованы в Чехии, которые так же могут стать пропуском на Олимпиаду Токи. А этими днями прошли открытые республиканские споборности по стрельбе с пневматичной зброей, что вы изнашили тропление у склад сборной команды Краины и отповедно на отборочные шемпионаты. Удел у турнира приняли коля 200 спортсменов. Мало быть победителем этих соревнований, надо показать результат, который утвержден национальной сборной Беларуси, чтобы проходной балл был соответственно, и превысив его, можно попасть в национальную сборную Беларуси. Конкуренция сирот 180 процедуников беларуских команд опынулася надзвучей в острой. Молодые стрелки не соступали у выниковости больше досвеченным коллегам. Як след высокий уздровень продемонстровали Яуген Зайчик у практикования ПП-3. Илья Чаргейко вызначился у практикованиях ВП-6. Андрей Казак показал лепший выник у миксте. Выступая в упражнении ПП-3, это пневматический пистолет, это олимпийский вид упражнения, значит, Зайчик, мало того, что он занял первое место, да, но в финале он показал рекордный результат. Это соответствует рекорде Беларуси. Молодежь подтянулась в этом направлении, значит, есть свои достойные результаты, которые показали. Хочу отметить такого спортсмена, как Андрея Коника, который буквально в последнее время стал блистать своими результатами, и результат его превышает мастера спорта международного класса. По словам специалистов, не глядяши на поспехи беларусской команды, досягнуть усветного узровня для мясовых спортсменов будет непросто. Но выполненный тренерский штаб у наших стрелков есть все шансы гучно заявить об себе и уступить у борозьбу за олимпийские лицензии и медали.